Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале, и сегодня я снимаю новое видео, которое будет посвящено ноготочкам. Вы все прекрасно знаете, сколько ситуаций у меня было в жизни, которые связаны с неадекватными мастерами, с пьяными мастерами. В общем, полнейший абсурд, огромное количество историй я уже рассказала на своём канале. Но тут недавно произошла ещё одна история, она не особо длинная, но при этом я ещё и расскажу истории своих подписчиков. То есть вы со мной в моём инстаграме делились своими историями про ужасные походы в какие-либо салоны, и сегодня я этими историями поделюсь с вами, мои дорогие. И, возможно, именно твоя история попала в моё видео, поэтому присаживайся поудобнее, запасайся печеньками, вкусным чаем. Сегодня мы с вами ещё не только истории обсудим, но и рассмотрим ужасные ногти, ужасные работы мастеров и отвратительное покрытие. Ну, то есть ужасный маникюр. Вы знаете, что я обожаю ходить по салонам, у меня у самой длинные ногти, и я уже знаю, в какие салоны стоит ходить, в какие не стоит. Кстати, этим я делюсь с вами в своём инстаграме, ник вы сейчас видите на своём экране, обязательно подписывайтесь. Ну и это будет полнейший трэш, поэтому ставим лайки, нажимаем на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Ну и я знаю, вы не любите долгие вступления, поэтому давайте сразу же начнём. Всё это видео будет посвящено ноготочкам. Мы можем начинать. Поехали! Ну и, естественно, перед тем, как я начну рассказывать истории своих подписчиков, я поделюсь своей такой коротенькой историей о том, как я недавно собиралась идти на маникюр. Я не рассказывала об этом в своём инстаграме, да, как я зашла в один из салонов в центре Москвы, ну и потом, соответственно, рассорилась со всем этим салоном, со всеми администраторами, и пошла в другой, которому я больше доверяю, и сделала вот эти вот яркие крутые ногти. Так вот, я пошла в салон, не буду говорить название, дабы избежать скандалов, потому что мало ли что администраторам этого салона придёт в голову. Я уже немножечко боюсь, потому что, снимая видео про ногти, я не один раз упоминала какие-либо салоны, и мне писали администраторы с какими-то угрозами, что подадут на меня в суд, в итоге ничего не сделали. Что происходит с этим миром, я вообще не понимаю. В общем, я записалась в салон, не по бартеру, не за рекламу, а собиралась пойти на свои деньги. Вообще, этот салон, я думаю, вы знаете, потому что он есть по всей России, давайте это такой будет небольшой намёк. Ну и, в общем-то, я прихожу в этот салон, и я понимаю, что меня записали, во-первых, не в ту сеть. То есть, этих салонов по Москве очень много. Мне сказали приезжать в салон, который находится на одной станции метро. Я приезжаю, а мне говорят, что ваш мастер ждёт вас на другой станции метро, а я уже как бы к определённому времени приехала. Ну, слава богу, нужно было ехать 15 минут до следующего салона. Соответственно, я психанула такая, ну ладно, с кем не бывает, ошиблись, много записей. Я заказала такси, приехала в другой салон, уже с не таким приподнятым настроением, какое оно у меня было изначально. Ну и тут я понимаю, что там около рецепшена а-ля стоит огромная очередь, то есть много девушек. Я говорю, извините по вашей вине, я опоздала как бы к вам на маникюр, мне сказали приходите. В один салон я пришла, а как оказалось, нужно было приехать к вам, но уже в другое место. Тут мне говорят, погодите, девушка, у нас тут важная проблема решается. Стояла какая-то, ну такая, упитанная баба и что-то там подписывала. То ли я не знаю, она там какая-то главная, то ли что. То она стояла и просто вот так вот повернулась на меня, как на дерьмо посмотрела и продолжила писать, типа, почему я без очереди начала что-то выяснять. Ну как бы мне кажется, что я поступила правильно. Окей, речь не об этом. Я сажусь к мастеру спустя еще минут 10. Она спрашивает, какие ногти я хочу. Да, вроде бы качество было более-менее нормальное, но как только мне обработали ногти, задели кутикулу раза два и она у меня начала просто пульсировать, настолько мне было больно. Сняли мой маникюр, который был до этого настолько полностью, да, что не оставили никакого покрытия у меня на ногтях, а ноготки у меня слабенькие, тоненькие. То есть все мастера обычно хотя бы чуть-чуть какого-то покрытия оставляют на ногте и не спиливают весь маникюр до такой степени, что у меня ногти превратились просто в какую-то пленочку. Даже защитный слой, блин, просто спилили аппаратом. И мастер просто уходит. Уходит она минут, наверное, на 15. Я сидела и ждала, но подумала, может быть, там, я не знаю, в туалет, там ей плохо стало, не знаю. Ну и как только, да, она мне закончила этот отвратительный маникюр, у меня почти все пальцы пульсировали, я позвала администратора, потому что этого мастера не было уже, ну, минут 15-20, как я уже сказала. Ну и тут, как выясняется, выходит этот мастер, подтирает, блин, рот, она, видимо, ела, сидела, как оказалось, да, и тут она говорит, стоп, ну как мне администраторы передали, вам должны были делать обычный маникюр. Ну, то есть я должна была сделать снятие, обработать вам ноготки, и уже другой мастер должен был к вам подойти и сделать наращивание. Я его делать не умею. Я такая, у меня такой шок был, ребят, я вообще не поняла, что происходит. И тут мне администратор говорит, подождите, сейчас мы все выясним. Еще 10 минут я ждала. В итоге подхожу на ресепшн, она уже выясняет отношения с каким-то другим клиентом. Что-то они там как-то разговаривают. Я говорю, вы мою проблему-то решать собираетесь? Я пришла на ногти, у меня мало времени. На что она говорит, девушка, извините, но вы записывались к нам на маникюр. Речи о наращивании не было. Я говорю, как? Я сказала, что у меня будет сложное длинное наращивание и сложный дизайн. В чем проблема? Извините, но нам не передавали. У нас есть главный салон, откуда нам поступают все вот эти вот ваши заказы, как она сказала. И нам не передали, что будет наращивание. Ну, то есть из-за какой-то телки, которая позвонила из главного салона к ним и сказала, что у меня будет маникюр. Видимо, не уточнив наращивание и не наращивание, и не сказав вообще, куда мне там, что нужно ехать, я просто психанула и поехала в другой салон, где мне сделали эти ногти. Прикиньте, да, ситуация. Причем тот мастер, который сделала мне отвратительный маникюр без наращивания, без всего, просто обработала ноготки, вышла, и я понимала, что она реально что-то сидела и ела. Однозначно пила кофе, ну и наверняка какие-то печеньки, потому что в этом салоне есть специальная комнатка, где прячутся все мастера, когда у них а-ля нет записей, ну и кушают, разговаривают там между собой, сисюкаются. Я, в общем-то, от этой истории была просто в шоке. Ну и да, вот так вот мне испортили настроение просто на весь день. Ну, хотя бы чуть-чуть его подняли уже в другом салоне с помощью качественной, хорошей работы, а не отвратительной организации ужасных мастеров. Короче, все было отвратительно. У меня это дико вывесило. Ну и чтобы, ребятки, у вас не было подобных ситуаций, всегда был идеальный маникюр, всегда было прекраснейшее настроение, я хочу познакомить вас с идеальным маникюрным салоном на дому. Видите, да, вот эту чудесную яркую коробочку сзади меня? Сейчас я вам кое-что покажу. В общем-то, достаем, точнее, берем в руки эту прелесть. Я уверена, вы уже влюбились. Во-первых, потому что эта прекрасная коробочка идеально сочетается с моей футболкой. Во-вторых, это самый наилучший маникюрный салон, который моя родная сестра Полина покупает уже себе, наверное, раз в третий. Нет, в сумме три раза она покупала. И два набора подарила своим подружкам. Это был идеальный подарок, как я поняла, за всю историю подарков, которые моя сестра когда-либо кому-либо дарила. Поэтому я решила вас познакомить с этой прелестью. Мы поговорим с вами о ноготочках сейчас. Эта домашняя ногтевая студия включает в себя все, что нужно для того, чтобы ваши ноготки были ухоженными и красивыми. С пятью рисунками для ногтей, которые изображены вот тут. Девочки, девушки, женщины могут изображать на своих ногтях идеальные изображения, то есть разнообразные стильные дизайны. Тут точечки, бабочки, звездочки, собачки, леопард. В общем, это выглядит очень круто. В комплекте также есть два лака для ногтей, сушилка для ногтей и защитный прозрачный лак для завершающего слоя. Соответственно, с помощью этой прелести можно делать и маникюр, и педикюр. Все очень просто. Сначала нужно выбрать дизайн и вставить его в специальную машинку-принтер, как делает это прямо сейчас Полина, которая уже не первый раз покупает этот набор от Go Glam. Затем необходимо накрасить каждый ноготок любым из двух лаков в комплекте и поместить ногти под сушилку. Нажать на кнопку включения и подождать пять минут, пока лак подсохнет. Далее нужно вставить пальчик в машинку и нажать на кнопку, чтобы на ногте отпечатался тот самый рисунок, о котором я говорила. Ну и чтобы закрепить этот стильный дизайн, его нужно покрыть блестящим лаком, который, естественно, входит в комплект. Формула на водной основе вообще не токсична, а покрытие легко смывается, чтобы наносить новые рисунки снова и снова. Ну это самый лучший, ребят, принтер для ногтей. Ну и, соответственно, самый лучший подарок на Новый год. Посмотрите, какие крутые ногти получились у Полины. И она очень довольна, потому что покупает этот набор не первый раз и уже давным-давно забыла про салоны. Да-да, Полина ходила в салоны. И там тоже, кстати, были неадекватные мастера. Ну и результат, ребят, просто идеальный. Я вам говорила в ролике, где распаковывала адвент календари, что все лаки, которые мне там попались, я отдаю своей сестренке. Полина обожает маникюр и все, что с этим связано. Поэтому для нее вот этот прекрасный набор, это просто самое настоящее счастье. Она целыми днями сидит и делает все настолько красиво, ярко и круто, что мне самой захотелось купить этот набор и вместе с Полиной сделать этот прекрасный маникюр, который, кстати, у нее получился просто идеальный. Поэтому с этим маникюрным салоном Go Glam от Coolmaker вы точно будете самым лучшим маникюром на этот Новый год и 100% удивите всех. Поэтому, зайчики мои, обязательно по ссылке ниже в описании покупаем этот набор, делаем крутые ногти и не тратим уйму времени на неадекватных мастеров. Все ссылочки я оставлю ниже в описании. Ходите такими же довольными, как моя сестра, с яркими, крутыми ногтями. Тем более дизайны реально охрененные. Их вам ни один мастер не сможет нормально нарисовать. Так что мой следующий маникюр будет точно от набора Go Glam. Это просто супер. Все ссылки в описании. Ну а сейчас я вам расскажу еще одну историю, которой со мной поделилась моя подписчица Оля. И, соответственно, она увидела объявление в интернете, где были представлены идеальные работы, подходящая для нее цена, но мастер работал на дому. Она с ним один раз созвонилась, записалась. Голос был такой, женщина уже в возрасте, она была немного грубоватая, но ничего, все мастера такие, подумала Оля. Ну и дня через четыре она пришла к ней на маникюр. Оказывается, мастер ее не предупредил, что у нее дома живет четыре кошки. Четыре больших кошки. И шерсть была не убрана и валялась на полу, на маникюрном столе, во всех углах, прилипла ко всей одежде, к куртке, точнее, к пальто Оли. А вы чтобы понимали, да? Если на пальто шерсть, это очень заметно. Тем более, у Оли было черное пальто. Ну, Оля пришла, задалась сразу же вопросом, почему вы не предупредили, что у вас так много кошек дома. Потому что, ну, к вам приходят клиенты, и у многих может быть аллергия. Это абсолютно адекватно, как у меня, например, на шерсть. На что мастер ей очень грубо ответила, моя личная жизнь не должна вас интересовать. Что к чему? Причем тут личная жизнь? Оля не поняла, но окей. Она села за столик, и они начали работать. На что она ей сделала просто отвратительную форму. Оля уже в середине работы поняла, что все фотографии идеальных ногтей, что она видела, были взяты из интернета. За маникюр она отдала 2000 рублей. Мастер вообще не отвечала на ее какие-либо просьбы. Просто выглядело это примерно вот так. Фотографии маникюра, которые вы хотите, показывайте. Или я все идеально делаю. Нужно было предупреждать, что вы так сильно отрастили ногти. А у Оля были ногти длинные, ну как бы свои, не нарощенные. Она пришла, чтобы ей просто как бы красиво покрыли, сделали крутой маникюр. На что мастер потом потребовала с нее 2500, а не 2000 рублей. И я просто хочу, чтобы вы посмотрели на эту фотографию прямо сейчас, какие ногти в итоге сделали Оле. Но это просто какой-то кошмар. Я сейчас ее еще раз открою. Да-да, вы просто посмотрите, во-первых, на эту форму отвратительную. Какой-то реально круглый миндаль. На оказательном пальце, офигеть, до сих пор видна шерсть, которая, кстати, прилипла к ногтю. Ногти покрыты, походу, вообще даже в один слой. Выглядят как пластилин. И посмотрите, если приблизить средний палец, сейчас я приближу, и вы посмотрите, там есть шерсть. Просто на среднем пальце шерсть. И Оля выбежала, и на следующий день просто сделала себе другие ногти. Чтобы вы понимали, ну это просто абсурд. Ребят, у меня нет слов, чтобы это описать. Но это какой-то капец. Если бы у меня была такая ситуация, я бы встала и ушла. Точно так же, как я и поехала в другой салон, когда произошли какие-то непонятки, и мастер просто пошла есть. Как бы нормально, да? Вот, поэтому, Оль, я желаю тебе побольше терпения, и больше не ходи в такие салоны, точнее, к таким мастерам на дом, которые даже не предупреждают. Вдруг у человека аллергия настолько серьезная, что он может начать задыхаться. А такое спокойно может произойти. Ну, как бы, прикинь, да? Если бы у тебя была аллергия, Оль, трэш. Ну и последняя история, которую я с вами поделюсь, а далее мы с вами рассмотрим фотографии, которые были, ну, просто отвратительные. Точнее, с работами отвратительными на ногтях. Это капец. В общем, подписчица Люда пишет мне чуть ли не в слезах, говорит, Карин, я один раз решила пойти бесплатно на маникюр, потому что увидела объявление о ленте ВКонтакте рекламное, а-ля требуется модель, на которой мастера будут делать ногти и показывать ученикам, как правильно это делается. Хочу, чтобы вы это запомнили. Люда согласилась, обрадовалась, что и на халяву сделают крутые ноготки, приходят, в итоге оказывается, на ее ногтях. Без предупреждения начали обучаться, то есть она дает свои ноготки, ну и какой-то один мастер объясняет другому мастеру, который делает Люде ногти, как правильно это все делается. Ну и на ее ногтях начали просто делать какой-то трэш. Все было больно, неприятно, и когда Люда осмелилась, странно, что не ушла, и задала вопрос, ну вы же сказали, что мне сделают нормальные ногти, и что опытный мастер будет мне делать маникюр. Ей сейчас этот опытный мастер, который стоял рядом и обучал неопытного, который делает ей ногти, сказал, да-да-да, погоди, я сейчас сяду, я объясню кое-что, и сяду тебе доделаю ногти. Она вообще знатно прихерела. В итоге, когда Люда поняла, что этого делать не собираются, она говорит, извините, но мне не нравится, когда ей уже покрыли ногти, на отвали просто ужасно это сделали. Она говорит, извините, но я не хочу с таким маникюром идти домой, я пошла к вам на уступки, понимая, что больше моделей нет. Можете снять, пожалуйста, этот маникюр, потому что, как бы, ну, придя на такие бесплатные ужасные ногти, я не хочу идти и платно в другой салон снимать этот маникюр. На что ей сказали, ну, вы как бы пошли моделью, вы должны были понимать, на что вы идете. И нужно было повнимательнее почитать и перейти по ссылке. То есть там, если перейдешь по ссылке, в самом низу под звездочкой, маленькими буковками написано, мастер может быть не с очень большим опытом. Всегда по-разному. То есть, чтобы вы понимали, да, насколько капец. И когда мне Люда написала эту историю, я просто выпала, я офигела. Ребят, ну, любимые мои, пожалуйста, выбирайте нормальные салоны, я вас очень прошу. Будьте аккуратными. Ну, не ведитесь на такой обман. Ходите с нормальными ногтями. Люда после этого была просто в шоке. Ну, хорошо, хоть с нее деньги не потребовали. Но маникюр так и не сняли, ей пришлось заплатить 400 рублей в салоне у дома, чтобы ей просто сняли этот кошмар. Я теперь прошу вас прикреплять фотографии. С фотографиями гораздо интереснее. Вот такой вот трэш ей сделали. Я была просто в шоке. В таком шоке. Это капец. Обещали сделать идеальные ногти, сделали кошмар. Супер. Ну и, соответственно, раз сейчас речу нашла о фотографиях, давайте посмотрим следующие фотки, которые мне кидали подписчицы. Ну, например, вот эта вот фотография. Я так понимаю, тут просто прихерачили лак на невыпиленный ноготь без какого-либо маникюра и обрезания, так сказать, кутикулы. Просто нанесли вот этот кошмар. И еще сфотографировали так, будто бы это выглядит аккуратно. Знаете, как будто бы какой-то налепленный пластилин на ногтях. Вот этот вот дизайн, а в особенности на большом пальце, ну, это просто какой-то кошмар. И еще на среднем и безымянном. Что это за смешанные лаки? Да, скорее всего, туда просто натыкали разных цветов. И вот так вот зубочисткой перемешали на ногте, потому что на цветах выглядят просто отвратительно. И длина ногтей разная, ребят, разные ногти. Мизинец длиннее безымянного пальца. Как это работает, я не понимаю. Ладно, вот эта фотография. Ну, тут вообще выглядит, как будто бы сделали ногти обычным лаком. Тут, если приблизить, в принципе, можно догадаться, что это гель-лак, но издалека выглядит, как будто бы в один слой покрыли просто каким-то дешманским лаком и не обработали кутикулу. Причем, когда вот так вот фоткают, ну, не знаю, с умими ногтями, может быть, вот так было бы и более-менее. Типа, выглядело бы нормально. Но когда фоткают вот такой ужасный маникюр так, как будто бы он выглядит просто превосходно, ну, это выглядит убого, я дико извиняюсь. Но цвет прикольный, ничего такой розовенький. Ну, и последняя фотография. Вы посмотрите, как около кутикулы цвет просто потек, и как отвратительно это все выполнили. Во-первых, выпилили ногти настолько ужасно, что они выглядят, как будто бы ногти какой-то бабы-яги. Так еще и на большом пальце под кутикулы это все затекло дело. И выглядит все настолько убого. В общем, ребят, ну я просто поражена. Но у меня нет слов, чтобы это описать. Но при этом я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Если вы хотите вторую часть, то давайте наберем на этом видео 50 тысяч лайков. Как только наберется 50 тысяч лайков, тут же выходит вторая часть, где я делюсь еще вашими историями с фотографиями. Но это, конечно, капец. У меня просто слов нет. С вами была Карина. Напоминаю, что сделать прекрасные ногти вы сможете и на дому с помощью чудесного набора от GoGlam. Переходите по ссылке ниже в описании и покупайте этот набор. Он послужит как и крутым подарком для вашей сестренки, мамы, бабушки, так и самой себе. Если вы, например, куда-то торопитесь и ногти сделать не успеваете, вы сможете сделать с помощью этого набора. Это будет супер круто. Ну и с вами была Карина. Огромное спасибо вам за просмотр этого видео. Всех целую, обнимаю. Выбирайте правильных мастеров и правильные салоны. А всем этим я делюсь в своем инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Ну а теперь уж точно. Спасибо за просмотр и всем пока-пока. Я вас люблю.